Всем доброго времени суток, друзья! Данное гадание для Анастасии. И, Анастасия, я вот в этом гадании подкорректировала вопросы о человеке именно применительно к ситуации, которая у вас вчера произошла. Во-первых, мы, конечно, смотрим, что у человека было в его чувствах, что он подумал, когда он увидел вас, какие были его ощущения, может быть, какие-то намерения всколыхнулись в нем. Даже вот так две карты у нас ложится на эту позицию. Взяла специально для вас колоду, чтобы посмотреть этого черного кота. Следующий вопрос будет, что, вернее, по какой причине он не объявился до сих пор, что ему мешает появиться, что у него сейчас в семье, какая обстановка, какая атмосфера. И что у него в личной жизни помимо семьи? Может быть, есть кто-то еще? Чего в ваших отношениях не случится в ближайшие 4-6 месяцев? И что еще может быть между вами? И, конечно же, совет карт вам, как вам себя в этой ситуации вести, стоит ли объявляться самой, может быть, проявлять инициативу, может быть, нет. Ну-ка, что у нас здесь? Ну и у нас, интересно, вообще выпали карты. Выпадает карта, которая говорит о нормах, о правильном поведении. И, наверное, советует вам свое поведение сделать более правильным. Но эта карта не из расклада, она просто выпавшая. Поэтому мы сейчас будем смотреть, что конкретно нам говорит именно расклад. И вот здесь получается, что он подумал о вас, как о девушке, ну, действительно очень откровенной и честной. В свое время, скажем так, у него были мысли на этот счет. И вот эти мысли всколыхнулись вчера. Он вспомнил о вашей любви. Вот смотрите. Он честно вспомнил о том, что между вами было хорошего. Он вспомнил о ваших взаимоотношениях. То есть это для него не прошло. Даром он думал об этом вчера. И он, видите, два котика в лодочке катаются по реке. Это такая любовь Ромео и Джульетты, скажем так. Он вспомнил вот об этом. И у него теплые чувства, конечно, всколыхнулись. Что касается его ощущений. Ну, вы знаете, у него все еще есть надежда на то, что между вами могут быть отношения. Что отношения, скажем так, не окончены. Как минимум он восхитился вчера вашим внешним видом. И он, понимаете, вот в этой ситуации то ли надеется, что будет какая-то ситуация, когда вам понадобится его помощь. То ли хотел бы, чтобы вы ему помогли в этой ситуации начать как-то, может быть, общаться с ним. Но мы сейчас посмотрим, что возможно, что невозможно в этих отношениях. Его намерения и прочее. Будем делать вывод уже, чего он хочет на самом деле. Ну, можно сказать, что у него есть намерение потратиться на возобновление ваших отношений. Потому что, с одной стороны, он считает, что они уже потеряны. С другой стороны, он не исключает возможности их возобновления. Но он, видите, не проявляет никакой активной деятельности. То есть, в этом отношении сейчас он не маг. Он действительно какую-то активную деятельность не развивает в этой ситуации. Хотя он готов идти на какие-то жертвы, на определенные не только жертвы, но и траты для того, чтобы с вами отношения все-таки возобновились. Я не вижу здесь у него полного отказа от отношений с вами. И вижу, что до сих пор вы его волнуете. Но при этом я вижу его безинициативность. А вот эта карта, которая говорит о его поведении, она как раз-таки нам сообщает, что он сейчас завис как раз-таки на том этапе, когда ему нужно принимать решение. И это решение он сейчас и принимает. В общем, он стоит на ступенечке и думает, куда мне? Влево, вправо, вверх, вниз. Он понимает, что вот в таком режиме тоже не могут отношения существовать. Он пытается принять решение. Это две карты на одну позицию, которые принимать должны какое-то решение за него. Он боится, но он склоняется в сторону принятия решения о тайных отношениях с вами. Здесь выпало сразу две карты, отвечающих за любовные отношения под покровом ночи, скажем так, за неявные любовные отношения, то есть не предоставленные взору окружающих. Это карты, иными словами, которые говорят о любовниках и любовницах. Вот это он и планирует делать, но он сейчас стоит именно, понимаете, на такой ступенечке, когда ему нужно получить волшебный пинок под зад, или в ту, или в другую сторону, чтобы сделать шаг. И он понимает, что вот в таком режиме по умолчанию дальше это продолжаться, конечно, не может. Ну, вернее, продолжаться может все, сколько угодно времени, но ему тяжело дальнейшее ожидание. Ему тяжело вот именно оставаться в такой позиции. По какой причине он не объявился? Ну, я думаю, потому что он решение принимает. Нет, он решил проявить свою, скажем так, ценность и стоимость. Он решил проявить себя как гордеца. Это его самомнение мешает ему вам написать или вам позвонить. Это просто его самомнение, это его любовь такая к себе, которую вот не надо мне друзей и подруг, я сам себе звездатый друг. Вот он такой, знаете, вполне хотел показать всем, что в себе уверен, самодостаточен, ему никто не нужен. Да, такой человек солнца. Я, говорит, король солнца, мне никто не нужен больше, кроме меня. Поэтому ниже королевского достоинства кому-то писать. Но это его самоутверждение лично для себя, скажем так. А внутри у него бушует буря эмоций, у него есть планы. У нас, понимаете, выпали все карты, которые только могут выпасть на любовницу. Это и влюбленные, это и жрицы, это луна, причем все старшие арканы, которые говорят нам именно об этом. Тем более, выпадает у него на вас звезда. И это говорит о том, что вы для него такая сейчас, знаете, недосягаемая, что вы красивая, что вы привлекательная, что вы ему нравитесь. Вы для него как будто бы стоите на постаменте. Это такой идеал женщины, скажем так, в его понимании. И он прекрасно вспоминает все ваши хорошие моменты, теплые, приятные. И, естественно, его абсолютно честно это беспокоит. Что у него в семье сейчас происходит? Ну, в принципе, он полностью, он удовлетворен полностью тем, что у него происходит в семье. Другой вопрос, удовлетворена ли его семья тем, что происходит? Ну, могу сказать, что, по крайней мере, материальное положение его семьи абсолютно благоприятно. Но при этом я не вижу, чтобы здесь выходило семейное счастье, теплое и доверительное. Я вижу, что отношения, скорее всего, завязаны на стабильности и деньгах. При этом каждый живет эгоистически. В частности, он живет своими удовольствиями, своими решениями. И он живет так, как ему нравится. При этом его абсолютно сейчас все устраивает. Что у него помимо семьи? Есть ли какие-то отношения? Нет, у него нет отношений. Если даже эти отношения были, они закончились. Они подошли к концу. Видите, кот выходит в дверь. То есть, он либо в периоде расставания с какой-то своей пассией, если она и была, либо просто никаких отношений не было. Если отношения были, то они были где-то на работе. Но он уже ушел оттуда абсолютно из этих отношений. Нет его там больше. Уже состоялось все. Уже точка поставлена. Я могу вам сказать, что отношения были. Отношения были, но они закончились. Здесь две двери, два ухода, которые мы видим. Потому что, если бы отношений просто не было, выпали бы другие карты. Это отношения, в которых уже поставлена достаточно жирная, красивая, кляксовая точка. Чего не будет в ваших отношениях в ближайшие шесть месяцев. Но, скажем так, долго ждать вам не придется. Карта Ждун выпадает в отрицательной позиции. То есть, это означает, что для вас, ну, какого-то томительного, ужасного ожидания со всеми реверансами, соблюдением всех норм, всех правил, всех там знаков приличия и этикета, вам не грозит это ожидание. А что будет? А будет вот здесь, вот понимаете, как карта, которая не говорит о действительно любви. Но карта говорит о том, что может быть возврат к любовным отношениям с вами. Он прискачет к вам обратно. Вот смотрите, кот скачет в сторону своей кошечки. Что он уйдет, даже уйдет, скажем так, морально на некоторое время из семьи в пользу отношений с вами. Это может быть. Вполне может быть. Не будет никакого холода, скажем так, не будет никакой войны при этом у вас. Но могут быть эмоциональные отношения с весьма такими весомыми встрясками, с постоянными волшебными пинками в ту или иную сторону. В общем, спокойно не будет в этих отношениях. И также это могут быть встречи в официальных каких-то местах. Но вот типа, допустим, того самого заведения, о котором вы писали. Там, где встречаются люди, все может начаться вновь. И совет карт, что вам делать. Помечтайте. Карты говорят о том, что мечтать вам не вредно в этой ситуации. Вот абсолютно не вредно. Имейте полное право. Это говорит о том, что может начаться все сначала. Но при этом каждый из вас как будто бы защищает свою территорию. Не хочет быстро идти на сближение. И хочет доказать весомость свою. У вас раздута эго. И у того, и у другого достаточно. Поэтому никто первым не идет на вот это сближение. Никто не идет на этот шаг. Ему может быть страшно даже в каком-то плане. И вам страшно не столько страшно этой ситуации, сколько страшно то, что подумает при этом оппонент, скажем так. Но что вам в итоге делать сейчас, рекомендуют карты. А карты говорят, ну есть возможность соблазнить, соблазняйте его. Потому что для него вы как сексуальный партнер очень яркая, очень привлекательная. Вы не только внешне его привлекаете. Он действительно вспоминает о том, что у него к вам любовные чувства. Это не просто секс был. Это была любовь. Поэтому можно сказать, что любовь не до конца ушла еще из его головы, из его ощущений. И вы для него остаетесь такой звездочкой, которая все-таки на постаменте находится на таком. Красиво светит. И к этой звездочке тянется не только душа, но и руки. Поэтому если будет возможность, то ваше соблазнение должно быть удачным. Вот такой у нас получился расклад. Я желаю вам женского счастья, удачи, до встречи, всего доброго.